Други мои, привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта drshilov.com и многих разных других. Но сегодня как раз этот проект и задает весь тон этого видеоэфира. Так, сейчас я проеду вот такой вот шлагбаум, пока вы подтягиваетесь в эфир. И что же я имел в виду, когда говорил о том, что слишком дорого сейчас иметь какие-то проблемы? Вообще проблемы иметь дорого, потому что любые проблемы отнимают огромное количество времени. А время – это деньги, это самый ценнейший ресурс, который только есть. И чем старше становишься, тем больше это понимаешь. Остальное все менее актуально и менее критично. Нет, я не говорю про здоровье, про что-то еще, но время – это то, что не хватает и на что мы не в состоянии повлиять. Мы не можем сделать так, чтобы времени у нас стало больше. Мы можем лишь умело распорядиться тем временем, которое у нас есть, и не более того. И для того, чтобы распорядиться временем тем, которое есть, надо, по крайней мере, не потерять для начала огромную часть этого времени по собственной глупости и по какой-то неправильной инициативе. И чаще всего теряем мы огромное количество времени именно из-за того, что не опрофилактируем некоторые вещи, надеясь на авось. Авось прокатит, да? Что приводит к тому, что авось это не прокатывает, и потом тратится огромное количество времени на решение проблем. И одна из таких проблем – это проблема со спиной, с позвоночником. Почему настолько актуальна именно эта тема? Очень просто почему. Почему? Потому что многие другие заболевания, я, конечно, не говорю про неразлечимые какие-то заболевания, и про те, которые от нас как-то мало зависят. Ну, предположим, тот же самый рак, который зависит от экологической обстановки, от чего-то еще. Хотя, безусловно, зависит от того, что мы пьем и едим. Но, тем не менее, от фона, от экологии, у него зависимости, вероятно, больше. И от генетики в том числе. Вот. Ну, полиэнотетологическая как бы тема. А есть некоторые вещи, которые можно элементарно профилактировать. Предположим, тот же самый остеохондроз. А ведь человек, у которого прострелило спину, он настолько беспомощен и настолько не в состоянии ничего делать, что он фактически хуже паралитика. То есть, он абуза. Абуза для себя и для всех окружающих. Да, окружающие, если они его действительно по-настоящему любят, меньше любить его из-за этого не станут. Но он действительно их будет обременять. Если у человека есть чувство ответственности и все прочее, он будет от этого страдать. Потому что он отнимает время не только у себя, но и у своих родных и близких. А почему хуже паралитика? Потому что паралитику хотя бы не больно. А человек, у которого спину прострелило, ему еще и больно. Он зачастую настолько беспомощен, что он даже не может нормально лежать. Он не в состоянии найти нормального положения. А ведь представляете? Это все можно легко избежать. Избежать. Залог успеха – это профилактика. Профилактика всегда лучше любого лечения. Это я не только про медицину говорю, а вообще про жизнь. Если вы относитесь нормально к вещам, заботитесь о них, вы фактически опрофилактируете поломку. Если вы не придерживаете телефон ухом, это плечом, вернее, когда говорите по телефону, вы опять же профилактируете ту ситуацию, когда вы надеетесь на того, что прокатит. Вы минимизируете риски. Вот точно так же нужно поступать и по отношению к своему здоровью. И прежде всего по отношению к своему позвоночнику. Элементарные какие-то вещи, банальные, могут сделать так, что вы никогда не узнаете проблем, связанных со спиной. Вообще не узнаете о них. Понимаете? Несмотря на то, что у вас будет остеохондроз, он есть у каждого, поскольку это нормальный физиологический процесс. Ненормальным является не сам остеохондроз, а клинические проявления в виде осложнений различных, в виде боли, ограничения подвижности и всего прочего. А старение позвоночника – это вполне себе нормальный процесс, как старение кожи. Но любое старение можно замедлить, можно отсрочить. Даже так. А уж проблем, связанных с этим, можно вообще избежать. И вы всегда будете работоспособны, понимаете? А сейчас, во времена, когда наступил, ну, что греха таить? И на самом деле наступил самый серьезный кризис. Сейчас у людей благосостояние падает конкретно. И не будем обманывать себя. Что у бизнесменов, что у обычных работяг, что у бюджетников. Если даже у вас не наступали доходы, то, учитывая увеличение цен, а рост цен, все равно ваше благосостояние стало ниже. Оно стало ниже, потому что вырос доллар, а вернее доллар никуда не вырос, упал рубль. Вот так вот лучше говорить. Никуда не растет валюта импортная. Она как была, так и осталась. Падает рубль. И, соответственно, все, что связано с импортом, экспортом, все работает не в нашу пользу. И поэтому, если вы раньше ездили в туристические поездки чаще, сейчас будете ездить реже, либо будете тратить на них больше. Приезжая туда, за Булгор, вы будете тратить там тоже больше. Соответственно, сможете меньше себе позволить. И так же сказывается это не только на зарубежных тратах, а и здесь тоже, потому что импорт-экспорт, говорю, он играет не в нашу пользу. Ну, а прямо или косвенно, если вы говорите, предположим, а я никуда не езжу, мне наплевать, я там русский хлеб ем и пью молоко, все равно это сказывается. Все. В общем, все дорожает. Абсолютно. Вот поэтому сейчас как никогда невыгодно болеть. Да, есть такие заболевания, которыми вы не сможете не заболеть. Ну, не сможете. Это какие заболевания, например? Такие, как вирусные. Даже если вы сделаете себе прививку против гриппа, вы заболеете другим видом гриппа. И вообще от вируса предохраниться практически нельзя никак. Можно его вылечить только. Есть еще другие какие-то заболевания, которые не трудно преодолеть. Заболевания непреодолимой силы. Но уж избежать остеохондроза и прострела в спине можно. Я вам это гарантирую. А знаете почему? Потому что я знаю, как это сделать. В силу того, что, во-первых, я в этом деле профессионал. По специальности я врач-ортопед, травматолог и мануальный терапевт. Поэтому я прекрасно знаю, как это все проистекает, из-за чего все это происходит, и как это дело выглядит, и как это дело лечится. А также я знаю, что многое, что не лечится. И также прекрасно знаю, как это легко все можно опрофилактировать. А вторая причина, по которой я это прекрасно знаю, потому что я целенаправленно занимаюсь долгие годы методиками о профилактике спортивного травматизма, специальных профессиональных заболеваний, опорно-двигательной системы. Ну и в том числе я занимаюсь проблемами, связанными с профилактикой остеохондроза. Лечение – это дело второстепенное. Понимаете? Лечить – это уже лечить о проблему. А вот избежать проблемы – вот это высший пилотаж, это мастерство. И знаете, с одной стороны мастерство, вернее, это показатель мастерства и класс. Но если бы вы знали, насколько это сделать просто, вы бы удивились. Вы бы удивились. Но для этого нужно немножечко воли и немножечко времени. 7-10 минут в день. Все. Все. И вы никогда не узнаете проблемы, связанные со спиной. Никогда не узнаете. Если они у вас были, вы сможете, по крайней мере, опрофилактировать рецидив данной проблемы, чтобы она больше не проявилась у вас вообще никогда. А я живу и тому пример. Вот уже на протяжении более чем 20 лет у меня нет ни единой проблемы со спиной и шеей вообще. А почему? Потому что я использую методики, которые направлены на профилактику. Сначала это были чужие методики и компиляции, которые, пропустив через логику здравый смысл и свои знания, я стал применять. А потом я разработал собственную систему, которую использую уже более 15 лет. И использую ее не только я и все мои семейные. И у них тоже проблем нет. Правда, супруга стала использовать ее только тогда, когда, как говорится, клюнул в одно место жареный петух. Потому что у сапожника... Сапожник, вернее, сапожник всегда без сапог. И то, что я ее раньше, ну, там учал методикам этим, не говорила я ей вовсе никак о том, что их надо постоянно применять. Она их делала перманентно, то делала, то нет. Но однажды у нее прострелила спину около 5 лет назад. И это было серьезно. Так что пришлось действительно серьезно спину лечить. Причем как-то прострелила без видимых на ту причину, учитывая то, что она занимается спортом и все. И казалось бы, что все должно быть нормально. Оказалось, нет. Но это отдельная тема, почему у спортсменов тоже эти все проблемы бывают. И она, значит, когда все вылечила, то она по моей методике сам занимается. И даже намеков на рецидив и на что-то подобное уже у нее нет вообще. Среди кей своих я заставляю в обязательном порядке все это делать, пока они не понимают особой значимости. Но я уверен, что это все проявится. А уж если учесть, сколько я обучил тысяч людей этой методики, я именно не постесняюсь сказать, что тысяч людей. Потому что мои бесплатные видеокурсы посмотрели тысячи людей. У меня сотни и тысячи отзывов от благодарных людей. Их можно посмотреть, какую-то часть, на канале на ютубе на моем, где у меня ролики бесплатные по профилактике и по методикам по различным автокоррекции. И о профилактике проблем, связанных с позвоночником. Можно что-то посмотреть на продающей странице моего платного курса, который я выпустил не так давно, во прошлом году. Называется Здоровье спина и жизнь прекрасна. Вы можете набрать это на Яндексе и попадете на страницу этого курса. И внизу в самом вы можете посмотреть несколько десятков отзывов. Я просто первые попавшиеся взял в свое время, когда страницу писали эту. И их туда просто выложил. Их с тех пор еще гораздо больше пришло. Так что заочно набучил я огромное количество людей, также набучил огромное количество очно, то есть на своих семинарах и мастер-классах. И ни единой нет рекламации по этому поводу. Всем это помогает. Некоторые отзывы я особенно люблю и ценю, потому что они настолько искренние и восторженные, что безусловно, несмотря на то, что это мне льстит, а лесть, вернее, как бы, тщеславие не самое на лучшее качество, но мне это льстит и, безусловно, мне это нравится. Потому что мне очень приятно, что я смог огромному количеству людей помочь. А почему я, значит, говорю сегодня, я решил подкаст по этому поводу записать? Дело в том, что все мои бесплатные видеокурсы, системные, они выходят в виде рассылок на базе сервиса Smart Responder. Это сервер бесплатных почтовых рассылок. То есть человек просто подписывается, заполняет форму, и ему в течение нескольких дней приходят материалы обучающие с видео, с аудиокурсами и методиками. А этот сервис закрывается, и 1 ноября он будет закрыт. Мне придется перейти на какой-то новый сам сервис, на какой я пока не знаю, и какое-то время абсолютно все мои бесплатные курсы будут недоступны ни для кого вообще. И поэтому я решил сделать беспрецедентную акцию. У меня есть еще платный курс, вот как раз, который здоровый позвоночник и жизнь прекрасна. Который на самом деле очень дорогой, ну как, относительно дорогой. Стоит 6 тысяч рублей, это на 4 DVD дисках он. Или в электронной версии он стоит 5 тысяч рублей. А я решил и на то время, вернее, не на то время, а в связи с закрытием вот этого сервиса Smart Responder для того, чтобы те люди, которым действительно эта тема крайне важна, но не смогут получить мои бесплатные курсы, они уже не смогут получить их, потому что осталось буквально 6 дней, а бесплатные курсы там минимально рассчитаны на 15 дней. Даже если подписаться на бесплатный курс сейчас, то получите только 2-3 материала, потому что они даже не каждый день выходят, а через день. А там в основном только ну прелюдия, вводные части теоретически, то есть до практики даже дело не дойдет. Вот понимаете, в чем, собственно говоря, проблема. И поэтому я решил оплатный курс на время сделать огромную скидку на этот бесплатный курс, на этот, скажем так, платный курс. Огромную. То есть сейчас электронную версию для скачивания можно приобрести всего лишь за 2 тысячи рублей. И за 3,5, по-моему, сделали там у меня на сайте, можно приобрести версию на 4-х DVD. Но сделать это не так это просто. То есть там есть определенная система купона. Для того, чтобы вы могли, если вам интересно воспользоваться этой скидкой, этой темой, то для этого нужно пройти на сайт drshilov.com и там в ленте, ну, на стене, один из самих постов, который находится в самом верху, будет как раз на эту тему, и там все написано по этому поводу будет. Также, если зайти в мои сообщества в социальных сетях, которые также называются доктор Шилов, это вот на фейсбуке такое сообщество есть, или ко мне в аккаунт на фейсбуке же зайти, там будет нот объявление как раз по этому поводу. И еще такие сообщества есть. Это ВКонтакте, в Одноклассниках, на моем мире, во всех социальных сетях. ВСФИНА это такая, что у меня их не такое небольшое количество, ну, нет, векторном виде это безграничное количество, а на дисках небольшое количество этих самих курсов. Вот, это раз. А второе, ну, акции, есть акция, она не безвременная и не бесконечная. Поэтому поторопитесь, я приехал, у меня дочка там дожидается меня. Вот, и поэтому вот такие и пироги. Все, всем пока, ищите на сообществах, обязательно это дело посетите. Чао.